МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это было, на самом деле, морально очень тяжело. Тем не менее, вот такая поддержка волонтерская, она тоже имела место быть. После каждой квартиры идет новый прилив сил. Потому что в каждой квартире тебе говорят, спасибо вам большое, счастья, здоровья, личной жизни и все огромное. Это больше стоит, чем какие-то денежные вливания. В парке раздулье волонтеров Одинцовского городского округа наградили почетными грамотами. Вручать награды и медали таким людям – большая честь, считает глава округа Андрей Робертович Иванов. Они бескорыстно помогают всем, кому это необходимо, даже в самые сложные периоды. Я не знаю такой страны в мире, ни одной, где было бы такое масштабное волонтерское движение с такой отзывчивостью и с такой искренностью, которую проявили вы. Теперь отчетливо понимаешь, почему наша страна всегда побеждала и будет побеждать, я уверен, во всех крупных сражениях. Потому что у нашего народа вот такой особенный дух, особенный настрой. Слова благодарности, праздничный концерт, теплые рукопожатия, памятные фото – этот праздник они заслужили. Я очень рада, что у нас есть возможность поблагодарить, наградить, просто пожать руку и посмотреть в глаза людям, которые трудятся на нашей земле. Я искренне хочу вас поздравить. Самое главное, чтобы мы все вместе были здоровы, успешны, сплочены и друг друга понимали. Молодежные общественные организации – люди разного возраста и профессий. Их объединяет одно – стремление помочь поставить плечо в трудную минуту. Это вот такой парад, парад доброты, парад огромного сердца людей, которые помогли и пришли в трудную минуту. Мы одни из первых в Подмосковье прикоснулись к этой короне вирусной инфекции. Нам было очень тяжело, но благодаря этим людям мы справились с такой задачей. Волонтерская работа не имеет ограничений. Это образ жизни, склад характера. Добрые дела не закончатся никогда, а значит, у волонтеров всегда будет работа. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».